Очень необычный, вот всякие мелкие детальки здесь сделаны и можно это все рассмотреть. Вообще, на самом деле, я ее купил знаете зачем? Всем привет! Вы смотрите канал Toy House. И если ты еще не подписался, обязательно подписывайся, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня у меня на обзоре вот такой вот интересный экземпляр. Это у нас трактор и название, вот как вы видите, универсал. Да, реально это такое название было у трактора. Подкупил он меня какой-то своей необычностью, прям очень-очень-очень даже необычный такой вариант. Скорее всего, это журнальная серия была, наверное. Я не в курсе, кто знает, скажите, напишите комментарии. В общем, ну купил я вот данный экземпляр за 100 рублей. Я думаю, что вполне себе неплохой экземпляр. За такие деньги в масштабе 1 к 43 он идет. Ладно, давайте вскроем эту коробочку. Уже не терпится его достать. Наверное, прорву аккуратненько. Ну что, в общем, достал я эту красоту из этого коробочки, можно так сказать. Жалко, что ее, скорее всего, придется выкинуть. Если бы был из твердого пластика, был бы вообще шикардос. Но за 100 рублей, наверное, такого не бывает. Хотя, может быть, и бывает. В общем, смотрите, трактор сам по себе очень интересный, очень необычный. Вот всякие мелкие детальки здесь сделаны, и можно это все рассмотреть. Ух ты, здесь, смотрите, какая-то надпись. А что здесь написано у нас? Сейчас попробуем прочитать. Да, там, знаете, что написано? Кто не видит, я вот увидел. Там написано Универсал. То есть название трактора у нас присутствует на раме, да? Соответственно, с этой стороны. А с этой стороны тоже надпись. И это у нас ВТЗ, наверное. Скорее всего, ВТЗ, потому что не 8ТЗ, а ВТЗ. Потому что трактор у нас, наверное, сделан на Владимирском тракторном заводе. Выпускаются стали эти трактора с 1934 года. С 1934 года. И выпускались они по 1940 год. Так, по 1940 год в Ленинграде. На Ленинградском тракторном заводе, который назывался Красный Путиловец. Ну, а потом началась война, соответственно. И уже в 1944 году их стали выпускать уже на Владимирском тракторном заводе. В общем, выпускали до 1955 года. Ну, а потом уже появились более современные трактора. Кстати, этот трактор был одним из первых тракторов, которые поставлялись на экспорт в разные страны. В общем, такой был довольно интересный трактор. И, кстати говоря, прототип егошни. Это американский трактор Falcon. В общем, ну, вот такая вот мини-история. Что хотелось бы сказать по модельке. Модельки довольно-таки, ну, прям меня радуют. Вообще, на самом деле, я ее купил знаете зачем. Я люблю фотографировать модельки. Все фоточки я выкладываю в Инстаграме. Кто не подписан еще на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. И вот я, когда его увидел, думаю, ну, прям, мне кажется, очень интересные фотографии должны получиться с данной моделью. Поэтому, как бы, решено было купить. Тем более, 100 рублей, небольшие деньги. Модель у нас, как заявлено, выполнена из металла. Ну, хотя металлическая у нас вот эта часть. Крылья, я смотрю, пластиковые. Колеса пластиковые, соответственно. Сидушечка тоже пластиковая. Руль, вот это все пластиковое дело. Ну, так, вроде, это надежно сделано, в принципе. Ничего не отлетает. Кстати говоря, у данного трактора не было резиновых покрышек. Поэтому все вот сделано так. Давайте я его сейчас откручу. Мы с вами рассмотрим нижнюю часть данного трактора. Посмотрим на колеса более подробно. Что они из себя представляют. Они тоже довольно интересные. На них вот стоит обратить внимание. Так. Посмотрите. Колеса имеют шипы в шахматном порядке. Это вот очень необычно. Ну, соответственно, эти трактора, конечно же, ездили у нас только лишь по таким полевым дорогам. Поэтому, да, в то время, наверное, и дорог-то не было. Поэтому вот это было нормальное решение для такого рода техники. А спереди тоже, кстати, металлические. Тоже какие-то... Либо это так с завода идет небольшой какой-то брак. Но мне кажется, нет. Это какие-то мини типа шипы здесь идут. Сначала проходит передними колесами, немножко разбивает почву. А потом задние уже ее хорошо так, ну, пашут. Ну, конечно же, сюда еще прицеплялись всякие различные механизмы полевые, сельскохозяйственные, ну, техники. В общем, там плуги, еще там можно было много что сюда прицепить. Так, значит, на нижней части я увидел здесь надпись небольшую. Вот все так мелко здесь написано. Там написано у нас масштаб 1 к 43. Вот здесь надпись. Масштаб 1 к 43 и трактор, что не трактор, ВТЗ Универсал там написано. Ну, да, значит, все правильно я прочитал. Владимирский тракторный завод. Вот, посмотрите, нижняя часть тоже как хорошо проработана. Рычаги, все это сделано. Очень интересно. А сверху, вот сверху, я обратил внимание, что здесь сделаны даже горловины, как бы, для залива. Здесь, наверное, у нас либо охлаждающая жидкость заливалась что-то, потому что здесь радиатор идет, может быть, и масло, хотя навряд ли. А здесь у нас, наверное, был бензобак, вот тоже. Он даже разделен, его видно, да? Ну, вот, такой вот интересный тракторец. Не знаю, одна фара, она так и должна быть одна. В общем, интересный, необычный вариант. Колеса такие яркие, красные, прям прикольно смотрится. В общем, если понравилось видео, то, во-первых, подписывайтесь на мой инстаграм. Не забывайте, найти меня легко, тойхаус, по хэштегу можно найти меня. А вообще, ник мой тойхаус, нижнее подчеркивание тиви, это в инстаграме. Ну, а кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Ну, и до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok